Я к вам, как обычно, с не высохшей до конца башкой, с мятой кофтой, ну а что, мы все тут свои, как говорится, я чё, соответственно, пришла. У меня давно в голове крутилась мысль, что я хочу себе сумочку с клапаном, с кармашками, и она у меня под кодовым названием шла, сумочка White 2K, и я точно знала, такими цветами, какой пряжей, точнее, я буду её вязать. И когда настал момент, думаю, всё, вот всё, ну надо, надо её связать, я поехала покупать пряжу, и оказалось, что одного из оттенков просто не существует. Я себя просто почувствовала, знаете, как в фильме каком-то, где человека всё подстроено, внутри какое-то шоу, было такое шоу, насколько я знаю, в Америке, в 90-х, что ли, где чувак думает, что он на реалити-шоу, что они там борются за какие-то деньги, а все вокруг люди, типа его соперники и участники в этом же реалити-шоу, они не обычные люди, как он, а нанятые актёры, которые играют определённую свою роль. И он как бы находится в невидении, и, здрасте, и потихонечку сходит с ума, судя по всему. И я почувствовала себя точно так же, потому что я была уверена, что эта пряжа есть, что её можно купить. Я ей буквально вбязала, но её просто не оказалось, этого оттенка просто не оказалось. Он перестал существовать в этом мире, я не знаю, как это произошло, но это произошло. Сначала съездила раз в магазин, в иголочку, не нашла подходящих оттенков, два съездила в Леонардо, тоже ничего не нашла. А в третий раз, когда мне уже не нужно было в Леонардо, мы просто зашли, потому что были рядом, я такая, ну ладно, посмотрю, схожу, посмотрю, что у них есть, так, оценю, кину взгляд, брошу, положу глаз и уйду. Может быть, что-то найду. И увидела, вот видите, этот маленький-маленький кусочек видно, спойлеры. Аделия, второй бренд, который мне очень сильно нравится, производитель пряжи, очень люблю я у них акриловую пряжу, она супер. Лично для меня, по качеству, я ее обожаю. И вот эту я ни разу не брала, это Аделия Хэппи. Какая у меня была задумка, я хотела бы эту сумочку Y2K сделать, но я ее хотела сделать не просто, а бы как. Я ее хотела сделать с кармашками, как я, по-моему, уже сказала. Здесь вот где-нибудь будут картинки из Пинтереста, которыми я вдохновлялась. Клапан я хочу, я хочу сделать ее, то есть кармашки вот такого цвета. Также я, наверное, дно, боковые стороны и ручку, либо только ручку сделаю тоже этим цветом. Гоночки. И вот, вот этим цветом будет, собственно, основа основ перед, задняя часть, задник сумки и клапан, точнее задник, который переходит в клапан, соответственно. Я надеюсь, я купила по одному моточку, я надеюсь, что мне этого хватит, потому что я не хочу докупать моток еще один какого-то цвета. Я уверена, что мне, наверное, вот этого цвета не хватит. Вот такая сумочка будет. Хочу еще на ней, возможно, что-нибудь вышить. Может быть, какие-то просто, ну, просто, знаете, примитив. Может быть, какие-нибудь звездочки, какие-нибудь сердечки, какие-нибудь строчечки, типа, пустить декоративные. Может быть, булавок наколоть, потому что у меня булавки есть, и давно я хотела их куда-нибудь применить. Может быть, и скорее всего я так сделаю, я пуговицу, у меня дохрена просто пуговицы, я пуговицы напришиваю. Боже мой, надо уже приступать. Связать мне, значит, нужно первый тестовый прямоугольник. Я не до конца определилась размером, но я точно знаю, что я не хочу большую сумку. Не как шоппер, который я вязала, вот этот цветастый, потому что, ну, думаю, хочу какую-нибудь такую маленькую, интересненькую, ну, чтобы туда была моя квартира, моей комнаты хотя бы помещалась. Поэтому, да, нужно что-то такое, покумнякать придумать. Просто набираю сейчас цепочку из воздушных петель и буду примерять и смотреть, какого размера я хочу. Вот такая у меня основа. Единственное что, я сделала перед, но единственное что, мне кажется, большего-то немножко получилось. Хотя вот так я смотрю на камере, вроде ничего. Кстати, смотрите, обложка паспорта просто мытчится. Вот, да, кстати, размер, да, сумки получился. Не знаю, мне пока кажется многовато. Если мини-хваи вверх пряжи совсем чуть-чуть, я это все, блин, нафиг распущу и переделаю размер. Очень, очень симпатично получилось. Но размером я пока сомневаюсь. Хотя, с другой стороны, если вот два вот таких кармашка сделать, мне кажется, в целом будет неплохо. У меня хватило только на 24 ряда, ну, в целом на 25 ряда тоже хватит, как я и говорила. Я это все сейчас буду распускать и делать меньше, потому что я что-то так прикинула, но что-то слишком она большая. Я не планировала такую большую сумку делать, поэтому распущу. Пока у меня, ну, не взлетел со взлетной полосы, я быстренько покажу, что я первую часть перевязала. Здесь я сделала в длину вот так вот, получается, 34 столбика без накида, а вот сюда я уменьшила и сделала 28, потому что если я сделала здесь 30, как и было, будет уже, ну, прям, близко к квадрату, поэтому не стала. Уж померила, вроде должно нормально получаться. Плюс я так вот тоже приложила, паспорт вылезает. А что еще надо-то, кстати? Не прошло и года, и я перевязала, и у меня еще осталась фряжа. Это еще не все, у меня там еще кусок от того пуска. Вот от этого. Теперь, что я сделала? На заднике, вот этот, который я сейчас держу в руках, соответственно. Боже, у меня слово паразит, это соответственно. Я когда видео монтирую, у меня все время соответственно, 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 трэш, ужас какой-то. В общем и целом, что я сделала? Я довязала основу основ, 28 рядов, и на заднике 29 рядом будет по 2 убавки, точнее по 1, 2 убавки по 1 в начале и конце ряда. Для того, чтобы вот эта вот крышка, когда закрывалась в сумке, она не распирала ручку, чтобы там было хорошее, нормальное пространство. Вот. И я сейчас буду несколько рядов провязывать без изменений. Провяжу. И там уже, когда дойду где-то, ну я не знаю, где-то вот, наверное, вот досюда, уже буду идти на убавление, чтобы получить такое. Зауженную, закругленную часть. Сделала 8, в общем-то, тут рядов, и теперь иду дальше на убавки, закругляю. Но у меня остался маленький кусочек, и вот это, и всё. Блин, да, мне точно не хватит. У меня, как обычно, хорошая мысля приходит и после. Я же, я же ленту хотела шить, не хотела, а буду вшивать, извини. Лента 25 миллиметров. У меня тут получилось все три, наверное, даже больше. Ну, да. Ну, в целом, ширина-то хорошая. Что делать-то теперь? В идее всё равно растягиваться не должно. А ещё знаете, что я нашла? Я по скидке два года назад в Леонардо покупала вот такие бантики. Они на таком у меня неприметном месте лежат, в самом таком уголочке. И прикиньте, их можно тоже нацепить на сумочку, на кармашки, например, на эту, на крышку. Не могла определиться с размером этой крышки, где она, вот, видите, вот она идёт. На закругление пошло, я пока оставила вот нитку торчащую, потому что у меня совсем чуть-чуть осталось, не хватает на целый ряд. И я, наверное, обвяжу, если мне не хватит длины этой крышки, я потом, когда свяжу вот это вот в изобразии, я к окантовку сделаю вот этим цветом. Ничего не буду докупать. Отлично. Отшивать я всё буду этой же ниткой, потому что у меня её полным-полно. Мне осталось ещё, господи, мне осталось ещё сделать только, получается, вот эту длинную полоску доделать. Это, получается, дно, боковые стороны, ручка. И два кармашка сделать и всё сшить вместе. Ещё потом сделать подклад, шить вот эту ленту, задекорировать всё, пришить пуговики. Дел не в проворот. Мне же ещё нужно в любом случае придётся вязать вот этим, либо распускать здесь, либо провязывать ещё ряд, потому что я не сделала петельку для пуговицы. Я буду застёгивать сумку на пуговицы. Я буду застёгивать сумку на пуговицу. Связала я 190 рядов. Всё, теперь буду всё это вместе сшивать и смотреть, как чему. О, ясно. Горе луково. Так, ты, пожалуйста, сгинь отсюда. Можно, конечно, ставить вот такие прям швы. Ну, тоже такой, вот окей. Я подумала, может быть, я и швы такие оставлю. Потому что я пришивала остальные, привязывала сумки, которые у меня были там, шопер, сумочка с планеты. И там у меня, я пришивала, господи, привязывала всё столбиками с накидом. Здесь я делала соединенные столбики, за счёт чего получилась такая интересная строчка с двух сторон. Просто не видно, потому что контрастная нитка, но... Ой, не контрастная, точнее, вот. Очень прикольно получилось, на мой взгляд. С одной стороны вот так, то есть тут строчка такая, тут такая строчка. Это может быть сад, например. Блин, он может оставить так. И не переворачивать. Просто если вывернуть, как я хотела, оно получается вот такое вот. Объёмное и узенькое. Ну, тут ещё надо будет довязать, как я уже сказала, ряд или два. Взял петель. Да что ты будешь... Что ты такая кривая-то, я понятену. А, потому что оно... Потому что вот оно выворачивается. И подраться к ним немножко. Вот. Не знаю. В общем и целом, что я решила. Я решила оставить эту строчку, потому что... Ну, какой вайтуке без вот этой вот небрежной хренотени? Ну, какой? Ну, это не вайтуке, это я так просто... Просто так называю. Ну, какой вайтуке без вот этого. я пришила ручку со второй стороны и смотрите что тут уже высовывается ну 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 я еще думаю может быть я некоторые нитки может быть подрежу чуть-чуть а так я наверное их оставлю потому что они все узлами закреплены пульта все болтаются и давно хотела какой-то сумки оставить нитки но все никак не хотелось и не нравилось как это были в других сумках она эти прям друзья у меня дилемма делим у меня друзья я что хотел сказать я хотела сюда вот вот в эти корм уронила вот эти вот кармашки которые я хотела здесь сделать соответственно опять соответственно я хотела класть туда ключи на увидите какие у меня ключи не убить можно не просто огромный они блин практически голову мою и не поместится сделал два кармана не поместится да и не всегда беру ключи но беру ведь они же нужны для чего-то нужны может быть сделать один большой карман мне вообще хотел сегодня закончить на походу не закончу я совсем забыла что не карман еще взять надо в общем и целом на чем я решил остановиться микс . красиво получится у меня я уже провязала петельку и вот опа да тут пуговка я ее показывала не знаю когда выйдет видео на нее показывала в покупках вот откопал одну удивительную леонардо свечка красиво пуговица получилась какая-то хрень мне нравится что карманы получились через чур кромосткины возможно если бы один из карманов был фиолетового цвета было бы гораздо лучше потому что он бы сливался с обстановкой с общим цветом сумки было бы лучше просто я все-таки хотелось чтобы акцент был не на лиловом цвете а на фиолетовом днем помышки головы и я теперь хохолок неважно я распустила короче немножко на один ряд по моему карман я его предварительно от порога сначала и пришел и решила что я сделаю один карман пусть будет он небольшим зато один и к зато какой и вот сюда на свободно в господи вот одно вот этого свободное место я просто налью панчика в пуговицы еще чего-нибудь какую-нибудь строчку сделал и вала и все будет декор декор кармашек будет одни мне кажется там гораздо лучше мне перестал дергаться глаз и я наконец-то закончила держит держит не растягивается пряжи не растягивается я добилась того что мне нужно было я добилась еще надо то чайник пищать так вот 200 из полей я понимаю что я обсчиталась как обычные мои вот эти вот неважно очень спасибо аккомпанели в общем я тут просто завернула подвернула и все как есть так есть хрен с ним уже и чё хотел сказать я хотела тут я наметала серым цвет даму куни ну я хотела все пришлось фиолетовым чтобы не прятать нитки чтобы не было короче мало у меня фиолетового вот больше нет фиолетового ты делал я не знаю где вот не хватило мне блин на половину буду искать мулина какое-то то что меня нет вообще не так фиолетового цвета просто нет конкретно такого фиолетового мулина у меня нет слуха франкенштейн просто продолжение час часть 4 буду заканчивать серым цветом ну а что кто мне запретит я домучила эту сумку наконец-таки оставился только декор и надеюсь он хоть меня как-то воодушевит потому что я чё-то все соки выпила эта сумка я чё-то думала когда я только связала сшила связал вместе элементы я подумал боже мой эта сумка будет моей самой любимой сумкой пока что нет и как я выкрутилась из ситуации с тем что у меня по ширине подклад получился больше я просто в момент того как когда сшивала его точнее пришивал я подвернула вот эту часть где боковинка здесь прострочила получается и потом вот уже сейчас я просто вот тут где-то ну где-то вот здесь вот тут и прям самом низу ближе к к дну сумки я просто подхватила буквально 1 одним стежком чтобы вот припечатать сюда и все и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok